Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой сессии этой недели. Что ж, снова возвращаемся на финансовые рынки, смотрим за тем, что же интересного было у нас вчера, ну и, разумеется, исходя из содержания экономического календаря, следим за тем, что у нас сегодня. Сегодняшняя сессия, уверен, будет гораздо интереснее вчерашняя, поскольку даже учитывая те отчеты, которые у нас впереди, они могут оказаться очень интересными и влиятельными для перспектив европейской валюты и американцев, которых, собственно, мы строим уже прочие инвестиционные идеи, поскольку, опять же, поведение американца, оно создает влияние на те активы, которые составляют конкуренцию в различных тандемах, кроссах и так далее. Соответственно, сегодня к этим макроэкономическим событиям мы подойдем с особым вниманием, и будем искать дополнительную поддержку ранее уже обозначенным целям по основным тандемам валютных активов. Также в ходе брифинга анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение. Сегодня величина бонуса 10%, что касается кодового слова, то это инвестиция. Ну а теперь давайте переходить к нашему традиционному сценарию и, как и всегда, сперва обращаем внимание на динамику нефти, бренда. Актуальные котировки по бренду сейчас 44,99, хотя допускаю, что уже, наверное, 45 долларов за баррель. Минимальное значение прошлого дня 43,57. Если посмотрим в целом на торговую сессию, то можно сделать простой и довольно очевидный вывод о том, что сессия была весьма волатильной и интересной для динамики углеводородов и WTI, и бренда. В частности, говоря про бренда, можно отметить два полярных фундаментальных фона, которые присутствовали на рынке вчера и которые, собственно, провоцировали разнополярную динамику. Сначала мы увидели, как бренд достиг своей минимальной значения отметки за день, и произошло это после того, как Goldman Sachs согласил прогнозы, согласно которым они ожидают, что 2016 год будет очень плохим для углеводородов. И, ссылаясь, опять же, на гиперизбыточное предложение и недостаточный спрос, есть основания полагать, что тот же самый бренд может легко просесть даже в район 30, а может быть, ниже долларов за баррель. Ну, таких серьезных прям коррекционных идей не обозначал даже я, несмотря на свои, скажем, на свои пессимистичные оценки по бренду. Ну, видимо, со стороны ряда инвестиционных банков они присутствуют, и нам нужно прислушиваться к тому, что, опять же, медвежьи взгляды начинают разделять все большее количество участников рынка. Может быть, это связано с тем, что трейдеры обращают больше внимания на общий фундаментальный фон, и этот фундаментальный фон, если меняется, то только в сторону ухудшения, опять же, перспектив бренда и WTI. Будем следить, в общем, за оценкой и дальше, но я уже неоднократно отмечал тот факт, что 2016 год, скорее всего, будет подхвачен через прежние вот эти коррекционные порывы. Мы готовимся к ним и даже на текущий момент не пересматриваем своего позиционирования и не отказываемся от того, что мы еще не достигли локального дна по бренду. Второй, скажем, частью фундаментального фона вчерашнего дня уже оказалась несколько оптимистичная, позитивная картина. Она связана с тем, что Саудовская Аравия заявила о том, что они будут проявлять максимальную сознательность и готовы к сотрудничеству, диалогу с прочими производителями энергоэсурсов. И, разумеется, добавили это комментариям, которые мы слышали уже неоднократно о том, что будут предприняты все возможные усилия с их стороны, чтобы стабилизировать текущую конъюнктуру, характерную для рынка энергоресурсов. В общем, около двух месяцев назад точно такие же формулировки были обозначены со стороны ОПЕКа, но с тех пор мы, в принципе, пришли к абсолютно, наверное, ясному и оправданному выводу о том, что ближняя восточная карта прежде всего будет бороться за свою долю на рынке. И вот эти вербальные заявления – это не что иное, как просто попытка ввести всех в заблуждение, ну, может быть, даже переиграть настроение трейдеров. Но те, кто внимательно оценивает перспективы рынка энергоресурсов, понимают то, что для ОПЕКа прежде всего важнейшим сейчас является приоритетом – это экспансия на рынке энергоресурсов. И, в принципе, все, что затевалось ранее – это те, скажем, действия, которые были направлены на реальное ослабление цен, и, в принципе, они этого добились. Еще раз повторяюсь, действительно, ближний восточный картель имеет власть сейчас повлиять на цену. Для того, чтобы сделать это, нужно пересмотреть квоту, нужно снизить ее, ну и, конечно, в идеале бы еще параллельно уменьшить объемы фактического производства. Этого не происходит. Мы готовимся к заседанию в ближайшее время в декабре. Я считаю то, что квота не будет изменена, и, соответственно, следующее заседание после декабрьского снова пройдет только через полгода. И мы два квартала 2016 года, скорее всего, будем и дальше кататься на вот этих медвежьих взглядах и осознание того, что бренд реально может просесть еще сильнее. На этой неделе максимум внимания еще к запасам. Полагаю, что они снова вырастут. Ну и в связи с этим мы можем получить дополнительную поддержку для наших прежних идей, которые предполагают возможность ослабления бренда в район 42-43 долларов за баррель. Долгосрочная цель пока 40. Далее идем. Рубль котировки 65.93. Вчера мы начинали брифинг с того, что пара на премаркете USDRAP была ниже сопротивления 65. Видим, что сейчас уровень 65. Это уже настоящая поддержка. Локальный хай был в районе 66. Это полностью совпало с нашими оценками, поскольку мы прекрасно понимаем, что сейчас коллекционная связь между рублем и нефтью восстанавливается. Трейдеры уже стали менее оптимистично оценивать возможность объединения Германии, Франции, России и США для борьбы с серьезным вызовом современности терроризмом. Уже нет таких оптимистичных взглядов, которые связаны с возможностью снятия финансо-экономических санкций. Хотя они присутствуют на рынке, но, наверное, участники стали большими реалистами, понимая то, что Запад не пойдет на снятие этих санкций. И даже последняя позиция, она больше располагает к тому, что в ближайшее время будет анонсировано и озвучено еще одно решение, предполагающее даже продление действия этих рестрибционных мер в адресе российской экономики. Поэтому санкционный фон, он остается, разумеется, он негативный. Мы возвращаемся к нефти. И поскольку делаем ставку на еще большее ослабление этого актива, знаем, ждем то, что рублю не избежать дополнительного витка девальвации, которая может легко завести пара USDRAP в район прежних максимальных значений около 70. До него, конечно же, еще далеко. Но поскольку даже в рамках одной торговой сессии без какого-либо, честно говоря, интересного фундаментального фона пара USDRAP может, скажем, прибавляться рубль даже больше, значит, до этой цели, чисто теоретически, мы можем добраться реально в любой, скажем, ближайший короткий промежуток времени. Но долгосрочно это уж точно, скорее всего, будет реализованная цель. Нам осталось только дождаться. Далее идем. Евро против доллара. Актуальные котировки на текущий момент 1.06.23. В частности, видим то, что европейская валюта продолжает оставаться под серьезным давлением. Мы знаем то, что факторов для этого предостаточно. Евро реальный аутсайдер. И все трейдеры готовятся к дополнительным мерам экономического стимулирования со стороны Европейского Центрального Банка. Главный вопрос. Может ли ЕЦБ занять выжидательную позицию, которая очень долгое время, вот характерная, к примеру, для ФРС. Ну, позиция, которая будет предполагать подождать, посмотреть, проанализировать, последить. И если ситуация будет усугубляться, там, спустя какое-то время, квартал-два, тогда это решение по расширению программы количественного смещения будет анонсировано. Я считаю то, что, скорее всего, нет. Потому что проблем слишком много. Как эти проблемы очевидны, падение экспорта, низкая потребительская активность, высокий уровень безработицы, розничные продажи. Индексы производственной активности, не будем говорить про вчерашние, а просто отметим тенденцию. Она реально констатирует слабость. Показатели ВВП, которые далеки от идеальных. И самое главное, по сути, присутствующая, по-прежнему, угроза дефляции. Для того, чтобы решить эту проблему, эти проблемы, нужно быть более решительным. ЕЦБ это прекрасно понимает. И мы неоднократно уже слышали позицию со стороны Драги о том, что в рамках мандата сейчас имеется достаточное количество инструментов, чтобы прибегать к ним и при необходимости задействовать. Мы ориентируемся на декабрь, на 3 декабря, точнее, когда пройдет следующее заседание Европейского Центрального Банка. И мы не сомневаемся в том, что ЕЦБ будет действовать, потому что экономику нужно спасать. Это обязательно. Вчера вышли данные по индексам производственной активности, в частности, Пиемаль Германии и еврозоны. Статистика хорошая. 52,6 против прогноза 52. Это по Германии. Еврозоны 52,8 против прогноза 52,3. Но, в целом, какой-то особой поддержки евро в связи с этим не получилось, что указывает на максимальную вовлеченность трейдеров, все-таки продолжая спекулировать на ожидание более агрессивного вокупа активов, что, в принципе, должно произойти уже в самое ближайшее время. Трейдеры не хотят отказываться от глобального риска, который присутствует в рамках потенциальной решительности со стороны ЕЦБ. И я считаю то, что это очень правильная позиция. В общем, она предполагает еще большую просадку европейской валюты. И я думаю, что она последует в самое ближайшее время. Это что касается среднедолгосрочных взглядов. Сегодня довольно-таки интересный день, потому что в 10.00 по московскому времени, вот совсем скоро, будут опубликованы данные по ВВП Германии. И спустя буквально 2 часа, в 12.00 по московскому времени, у нас оценка бизнес-ожиданий от ИФА. ИФА, конечно же, не такой объективный крутой отчет, как от института ЗЮ, но все равно можно обратить на него внимание. В целом, жду как и по ВВП Германии, так и по ИФА больше негатива, что может стать еще одним локальным фактором дополнительного давления на европейскую валюту. Но даже если и отчеты будут неплохими, они все равно не сломают ту позиционную картину негативного характера, которая присутствует в рамках всего валютного блока. Недавно мы реализовали нашу короткую, как косочную цель, добравшись до уровня 1.06. Предлагаю сейчас воспользоваться несколько другим подходом. Мы видим то, что пара евро-доллар сейчас находится на апрельских минимумах. В принципе, после того, как мы перешагнем через сегодняшний фундаментально насыщенный день, более интересных релизов, отчетов до конца недели, наверное, уже и не будет. Поэтому вполне возможно, что трейдеры захотят взять короткую паузу, воздержаться от дополнительных распродаж в отсутствии доп. новостного фона и, может быть, будут использовать, опять же, текущую экономическую ситуацию в качестве консолидации проторговки с легким, может быть, даже выпадом наверх. Поэтому предлагаю воспользоваться уже идеей через отложку, соответственно, buy limit с уровня 1.05.90, take profit при этом 1.07.50, stop loss 1.05.50. Если, соответственно, пара евро-доллару доберется до поддержки 1.06, то есть даже коснется нашего отложенного ордера 1.05.90, велика вероятность того, что эта поддержка устоит и несколько толкнет евро-доллар вверх. Но это для долгосрочных трейдеров. Долгосрочным, как заняли позицию, в ожидательную, правильную, направленную на ослабление главного риска, этой позиции сейчас и нужно придерживаться и руководствоваться. Она правильная. Дорождемся уровень 1.05 и сходим еще ниже. Далее идем. USD иена. Актуальные котировки на текущий момент 122.77, но недалеко ушли от уровня 123. Он является сейчас связующим рубежом, потому что уверен, именно от этой отметки пойдет дальше восходящее ралли, которое легко выведет USD иену в район 125, то есть нашей цели, которую мы обозначили ранее. Сейчас в поддержку доллара продолжает оказывать доходность американских долговых бумаг, поскольку растут инвестиции, точнее капиталовложения в те активы, которые номинированы в долларах. И растет привлекательность американцев в связи с этим. Ориентируемся на статистику. Почему? Потому что ФРС нам ясно дал понять, что сейчас уже на глобальные риски обращается меньше внимания. Определяющим является Национальный макроэкономический фонд. И от макроэкономических отчетов, собственно, и будут отталкиваться голосующие члены, принимая решения о нормализации денежно-кредитной политики. Статистика была в последнее время очень хорошая. Очевидный прогресс на рынке труда. На секторе инфляционного давления индекс потребительских цен подрастает вкупе с ростом заработных плат. Вчера вышли данные по рынку недвижимости, хуже прогнозов, но в целом динамика роста строительства новых домов, она находится по-прежнему практически на 8-летних максимумах. И я, соответственно, делаю из этого вывод, что рынок недвижимости также является неплохим драйвером для экономического роста и может подстегивать уже с другой стороны, со стороны другого сектора решительность представителей ФРС, отдающих или тех, кто может отдать свой голос за повышение процентной ставки. На выходных состоялось выступление еще и Вильямса, в частности, исходя из позиционирования и необходимости повышения процентной ставки, он также является нашим другом вместе с Дадли, Локартом и Мейстером. И у нас уже неплохой такой конгломерат представителей американского мегарегулятора, которые будут лоббировать нашу идею роста американца и, соответственно, поспособствует движению пары из диагиена к той цели, которую мы поставили ранее. Это 125. Сегодня доллару, пожалуй, отведем, может быть, наверное, статус фундаментального героя дня, поскольку в 16.30 по московскому времени будут опубликованы данные по ОВП, по прогнозу 2% прирост за третий квартал, а прошлая цифра – полтора. Ну, разумеется, если действительно отчет будет столь хорошим, для доллара это дополнительное топливо для того, чтобы продолжить свое восходящее движение и снова уйти выше сопротивления 123. Далее, фунт против американца. Актуальная котировка на текущий момент – 1.5132. У нас сработал уровень отложки с стоп, с уровнем 1.5150. Ждем, соответственно, цель – 1.50, стоп-лосс – 1.52. За последние несколько дней мы только убедились в том, что трейдеры стали более адекватно оценивать новостной фонд, понимая то, что для британца куда больше рисков сейчас. На прошлой неделе мы получили очевидное подтверждение того, что розничные продажи в преддверии новогоднего ралли уже не оказывают стимулирующего воздействия на экономику и, соответственно, не вытащат показатели в ОВП, как, может быть, некоторые и рассчитывали, потому что месячный показатель розничных продаж оказался на минимальном уровне практически за год. Какой-то нонсенс, учитывая то, что сейчас у нас уже декабрьский месяц. Мы знаем то, что экономика столкнулась с реальной угрозой дефляции. И знаем то, что из-за этого Банк Англии серьезно пересмотрел основные параметры потенциального сменения монетарной политики по достижению сливого показателя по инфляции и повышению ставки. И уехали эти показатели на 2017 год. Я предлагаю не отказываться от нашей коллекционной идеи, поскольку очевидно, что фунту придется ослабнуть его в средней долгосрочной перспективе. Ждем уровень 1.50. Австралийцы против доллара. Здесь стоит обратить внимание на динамику цен на железную руду. Это главный экспортный сревой актив для австралийской экономики. В пятницу железная руда просела по стоимости до минимального уровня за год. То есть до 45 долларов за тонну. За год, в принципе, стоимость этого актива потеряла около 25%. Ну, конечно же, это не так много, как в 2008 году. Если мне не изменять память, тогда железная руда просела больше, чем на 50% по стоимости. Но все равно тенденция не самая радужная, поскольку мы, впрочем, Китаю не самые хорошие перспективы по экономическому росту. Полагаю, что жесткая посадка продолжится. Значит, давление на сырьевые активы будет оказано еще более серьезное. Мы знаем то, что продолжается падение инвестиций в горнодобывающий сектор Австралии. Мы знаем то, что и инфляция, по сути, создает больше оснований для дополнительной решимости со стороны Резервного банка Австралии. Мы, собственно, в связи с этим готовимся к еще одному снижению процентной ставки. Может быть, это позиция, которую не разделяют прочие участники рынка, но я считаю то, что вероятность этого есть. И мы можем дождаться от решения до конца года. В связи с этим, по австралийцам мы по-прежнему ждем еще большего ослабления и движения пары AUTUSD в район 0.70. Актуальные цифры сейчас котировки 0.7195. Ну и еще предлагаю вернуться к перспективам пары AUTUSD с висией. Несколько мы сейчас в последнее время, точнее, от этого дуэта валютных активов отошли. Искали возможности для трейдинга. И я полагаю, что у нас есть сейчас, опять же, основания, чтобы возвращаться к трейдингу и швейцарцам против доллара. Предлагаю воспользоваться идеей buy-stop с уровня 1.0205 с тейк-профитом 1.0350, стоп-лоссом 1.0150. Готовимся к заседанию ЕЦБ 3 декабря. Готовимся с этим к ядерным интервенциям со стороны Национального банка Швейцарии. И, разумеется, в случае их анонса швейцарской валюте придется серьезно просесть. Тем более, что по противовесу Франку у нас действуют еще и ожидания ужесточения монетарной политики со стороны ФРС. Думаю, что USD-SVSY сможет забраться очень высоко в ближайшее время, еще до конца первого квартала 2016 года. Нам пока достаточно поймать уровень 1.0350. Уверен, мы до него доберемся. Еще раз, важные отчеты сегодняшнего дня. Это ВВП Германии в 10.00 по московскому времени, 12.00 ИФА, бизнес-ожидания также по Германии. И в 16.30 важнейший отчет дня – это ВВП США, от которого ждем поддержки для долларов. Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы знаете, их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, либо в рубрике нашего форума «Аналитики», где я непременно вам отвечу. Всего доброго. До свидания.